Альбом такой специфический, хоть везде написано, что это третий альбом, на самом деле он такой полтора альбом, скажем так, насколько я правильно понимаю. То есть такое было, не то чтобы темно, но очень такая набросочная история, которая в итоге выросла в этот альбом. Но в те времена довольно много чего делалось музыкантами и не опубликовывалось вообще, или сразу, или потом. Потому что, ну, потом, проходило много времени, появлялись какие-то возможности записывать все эти песни в других составах и так далее, и были другие альбомы. Этот, он вот такой потерянный принц, и это действительно так, потому что все про него слышали, про него слышали, его не слышали. И когда мы этой проблемой озаботились, и какие-то копии оригиналов были найдены, мы поняли, что действительно клевая штука. И тогда проехали, а сейчас это пропустить совершенно точно нельзя, и он, слава богу, усилиями опубликован. Поскольку было, опять же, понятно, что это некая финальная точка для нас, либо геометрия в некотором Б-каталоге восторженного синдрома, соответственно, жалко было не опубликовать бонусы, которые у нас в процессе нашлись. Какие-то искали целенаправленно, потому что, ну, там, опять же, все слышали, что есть гетто на Дунтаве, а идеи не было. Вот, нашли ее, нашли еще там что-то, и вот это вот все сюда попало. Опять же, в процессе были найдены всякие видеозаписи, которые не издать жалко. Сейчас этот DVD такой формат специальный, отдельный, кто это вот покупать, наверное, не станет, потому что раз в YouTube потом вы могли их посмотреть, но на самом деле это не так. Зафиксировать на носителе всегда очень правильно, потому что YouTube сегодня есть, сегодня-завтра его заблокировали на территории, или вообще сбокли. Вот, а это вот указано на полочке, взял и посмотрел. И видео, которое сюда попало, действительно клевое. Сейчас мы одно посмотрим. Оно, на самом деле, конечно, лучше по качеству, по звуку, и вообще, фестиваль срок тогда был. Такое яркое явление. Вот, остальные два другие немножко, как бы, просели восстановить уже там какие-то вещи невозможные, но они уникальны, на самом деле, по атмосфере, и когда вот вы дома у себя, если у кого-то сохранился DVD-плеер, то вы вопнете, получите удовольствие, такой вот привезли, как и я. И еще один, здесь есть уникальный бонус, который мы, на самом деле, так фоно вот прослушали, перед тем, как появилась вот эта заставка. Это такая импровизация в студии Останкино, когда ждали вокалиста, если я правильно понимаю. Вокалиста, когда-то таки, не пихихолога, да. Он не ехал, не ехал, а музыканты решили, что ну что, просто так сидеть, мы сейчас что-нибудь поиграем. И они наиграли минут на 30 совершенно крышесносящие вещи. Ну вот я когда первый раз услышал, я, правда, был в прострации, да, потому что это никакой не монтаж 30 минут. Настоящие люди сели и играют в свое удовольствие, очень клево, со сменой настроения. Я не знаю, там договаривались хоть о чем-нибудь или нет, скорее всего, нет, да. Я потом расскажу. Да. У нас есть герой события. Это, правда, штука клевая. И исключительно из соображений нынешних реалий, скажем так, она не на отдельном диске, а вот внутри. Но она здесь в PCM-стерео, с хорошим звуком, на аппаратуре можно это все делать, услышать в полный рост. Вложена душа не только в это, если и в предыдущие два совершенно точно так же, не с меньшей степенью. Хочу сказать еще вот что. Есть еще на другой стороне планеты Little Trail Records, который занимается тоже фиксацией этой истории, немножко со своим, вернее, под своим углом. Но я считаю, что он тоже заслуживает всяческого уважения, потому что другой у них подход. Они пытаются сделать из этого максимально красивую историю, вычистив шумы, крески и так далее. Ну, они тоже это делают с любовью, у нас, конечно, здесь можно и шум пленки услышать, но там есть другое, там двух того времени. Ну, тем не менее, каждый может для себя сделать какой-то выбор, если у кого-то есть возможность их релизы заполучить себе в коллекцию, здесь, по-моему, тоже парочку имеется. Я рекомендую это сделать, чтобы группа, которая вот такая, поперек всего на нашей сцене существовала, чтобы она не канула в этих самых МП3, Ютубах и так далее, а вот оставалась у нас в царе, в том числе и на полочке, вот этими самыми релизами. Аплодисменты.